Уважаемые коллеги, фамилия моя Шатраков Юрий Григорьевич. Я был третий год, как вернулся в Санкт-Петербург, а до этого работал в 33-35 лет в Москве. Значит, закончил я ЛИАП. Значит, был начальником 6-го главного управления Минрадио Компания и 20 лет был ректором Академии в Москве. Это Академия оборонных отраслей промышленности, потом она стала начальником вузом правительства Москвы. Вот только то, о чем сейчас говорит передо мной заведующая КАТМИР Р-4, я могу сказать. В Санкт-Петербурге, как я приехал, я встретился с губернатором, со своим ректором, я еще заведующий базовой КАТМИР Р-4. Мы вышли к нему и попросили, тогда еще Матвеевка была, давайте мы сделаем мониторе промышленных предприятий в Санкт-Петербурге. И посмотрим, кто же требуется нам здесь. В Москве у Пантелея Евгения Алексеевича, это был министр промышленности и науки, а я был членом правительства Москвы и членом коллегии, там была такая промышленная коллегия была, правительство Москвы. Там каждый месяц рассматривались те вопросы, которые сегодня мы рассматриваем на крупном столе. Мониторинг проводила моя академия, Академия оборонных отраслей промышленности. В Москве, значит, в Едине Пантелеева находилось более 300 предприятий оборонного контекса и полторы тысячи промышленных предприятий. Работало когда-то там 5 миллионов, 3,5 миллиона человек, а сейчас там осталось всего 800 тысяч человек, 900 тысяч вообще во всей промышленности. А сколько работает у нас в Санкт-Петербурге, мы не знаем. Вы не знаете. А мы давали Пантелееву после мониторинга предприятий, потому что это был каждый год НИР такой. Мне предприятия давали сведения, я анализировал, и у министра правительства Москвы, а сегодня даже здесь отсутствует, председатель комитета по экономике и промышленной политике. Это его задача. Это его задача решать эти вопросы. Вот из этих людей мы знали, сколько требуется по всем специальностям на каждое предприятие. И тогда Лужков, а потом уже другие, и Пантелеев выдавали деньги на сохранение молодых специалистов на предприятии. К каждому молодому специалисту доплачивалась надбавка к заработной плате. На предприятия посылались, вернее, вузы посылались. Вот в Москве там более 200 вузов. Здесь мы назвали с вами, значит, ну, около 100 вузов. Там меньше, около 90. В Москве 75 тысяч инженеров выпускается каждый год. Это три года назад было, я уехал по семейным обстоятельствам сюда. А у нас выпускается 25 тысяч инженеров. Куда они идут? В Москве 12% молодых специалистов на предприятиях. Сколько здесь? Никто не знает. Вот первым делом обращение Совета ректоров, значит, вузов Москвы, губернаторов, должна была оценка и мониторинг промышленности, промышленности Санкт-Петербурга для возможности подготовки кадров. Вот мою пытность, Москва давала наполнение бюджета города Москвы 25%. Сейчас дает 8-10%. А сколько промышленные предприятия в Санкт-Петербурге наполняли бюджет? Кто знает? Никто не знает. Вы понимаете? Вот с этого надо начать, и тогда творческая наша работа станет то русло, которое мы сможем решать. Спасибо большое. Замечательно. Спасибо. 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 Спасибо.